Надежда Савченко в Украине. Об этом сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк во время шестой сессии Градского совета. И сразу же еще одна новость. Строительство запорожских мостов возобновляется. Соответствующие решения сегодня приняли в ходе заседания Кабмина. Вопрос сдвигается с мертвой точки. Готовится документация на размораживание объекта в этом году и продолжение его строительства. При условии возможности от города порядка до 40 миллионов, от области порядка 20 миллионов и более 200 миллионов государства. На следующую неделю готовятся графики поручения. Есть продолжение работ и финансирование. И соответствующий проект постановления Кабинета министров о продолжении работ. Обе новости депутаты встретили аплодисментами. В повестке дня сессии около 60 вопросов. Более часа обсуждали поправки в проект решения об общественном партисипативном бюджете. В результате 44 депутата инициативу поддержали. Общественный бюджет позволяет каждому горожанину принять участие в распределении бюджетных средств. Для этого необходимо подать соответствующий проект по благоустройству города. Практически без обсуждения депутаты одобрили решение, которое позволит сделать прозрачным процесс получения благотворительной помощи в школах и детсадах. Кроме того, в Запорожье появилось новое коммунальное предприятие «Наше место», которое будет управлять жилым фондом. Принятое решение о покупке передвижной лаборатории для мониторинга окружающей среды. Ее стоимость 12 миллионов гривен. Приобретут спецавтомобили за счет городского и областного бюджетов. Еще одна хорошая новость. Горячая вода в запорожских многоэтажках появится 27 мая. Соответствующее решение подписал Владимир Буряк.